Бокертов друзья всем привет я сейчас нахожусь за мессиад зеон сегодня 16 день утро и время 5 минуточки поговорить что было в день 15 Вкратце выход был из Шохама красный бункер который провел через дорогу под трассой 444 потом был очень интересный парк который был заложен в 86 году собственно почему я помню этот год потому что именно этом году открыли на вершине холма на котором сейчас находится парк открыли старую византийскую церковь которая была построена полторы тысячи лет назад очень интересный объект и было приятно там находиться дорога вчера была приятной по сравнению с позавчерашним днем 14 дорога шла по каменистой холмистой местности не было грязи было чисто и было в общем таком комфортно целый день стропа шла вдоль трасс ну то есть они были в поле зрения но ты как бы находился все время в природе и несколько раз приходилось переходить трассы правда это были такие параллельные пересечения обязательно это либо туннель да вот вчера были одни туннели все очень удобно ты подходишь к трассе и ты никак не соприкасаешься с трафиком который несется по основным магистралям вчера как раз были основные магистрали такие государственного значения трассы из интересного вчера был такой курьез тропа подвела к трассе и один из туннелей был полностью заполнен ладой полностью никак невозможно было перейти и как только возникла эта проблема из ниоткуда приехал пикап большой пикап toyota я быстро сориентировался попросил водителя перевести и он с удовольствием согласился когда мы въехали в эту воду в туннель то уровень воды там был такой сантиметров 50 наверно волны огромные разошлись по стенкам туннеля это был яркий момент что действительно пришла помощь из ниоткуда дальше были поля бескрайние первый раз в израиле видел такие бескрайние сельскохозяйственные поля где колосилась пшеница ну а следующее огромнейшее поле было еще не не засеяно вернее не было всходов она была засеяна видно было что приготовлено ну и следующий момент открылся прекраснейший монастырь католический пошел дождь кстати наверно мне придется прекратить репортажа давайте так закончим вкратце после монастыря латрун тропа привела невы шалом прекрасно такая тихая умиротворяющая деревня где была поставлена палаткой и лишь потом я прочитал что это единственная такая показательная деревня где израильские арабы и евреи объединились в 70-м году чтобы показательно сделать поселок и разные национальности живут в мире и спокойствия поэтому там и царила в общем-то такая приятная атмосфера и сегодня утром когда открыл палатку то сидели два казалось что это отец сыном и отец моки угостил меня своим сваренным кофе очкам вот это было очень душевно приятно и оказалось что его родственники куры счет не помню в какой алии они переселились еще в начале 20 века из черновцов ну то есть понятно куда пришли корни вернулись сегодня день такой напряженный по погоде ближайшие три дня будет как-то сурово по прогнозам и холодно и дождливо сегодня нужно будет дойти до иерусалима либо до его предместия и скорее всего это будут какие-то ангелы пупы сейчас я пишу пытаюсь найти контакты что останавливаться холод и дождь в тенте очень будет проблематично ну в общем то вот и все хорошего всем дня до встречи в дне следующем мы мило а веню всяких разных таких фигурок я слышу как 740 кто-то играет все эти скульптуры продаются полностью все это веню как выставочный такой павильон что ли то туннель западной стены я специально сейчас возвращаюсь чтобы тайком показать стену плача тайком потому что шаббат вообще самые религиозные евреи запрещают все эти площадь и специальные такие умывальники для омовения рук специально есть емкость для кип типа вы можете взять но потом надо будет ее обратно вернуть туда вот интересные пакетики попадают в камеру то что я еще видел в нетании возвращаемся везде конечно хорошо охраняется все военизированная израильской охраны забавные такие рюкзачки на спине в которые них положены шлемы там же торчит дубинка то есть такой боекомплект видите контроль такая улочка еще торговая во многих местах здесь живут люди вот жезвы я буду что он 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 не а и 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 Ох, финьки какие огромные. Бесконечный рынок старого города в Иерусалиме. Что хочешь. Что хочешь. Шестьдесят шекелей пачка сигарет. Это питы, разные начинки, пита. И это тоже. Тут вообще уникально. Такое маленькое помещение. Вообще интересно. А здесь кофейный рай. Хотите горох? Нет. А трусики? Тогда может быть ботинки? Все вместе. Ух ты. Я провел за древними стенами, воздвигнутыми при Сулеймане Великолепном, целый день. Это был очень особенный день для меня. Не совсем комфортный физически и одновременно очень знаковый и сильный. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 19 день. И третий день, как я нахожусь возле Иерусалима, в его предместьях в медицинском центре Хадаса. Сначала я сюда поселился, как хайкер. Это был первый день. То есть три дня я здесь живу, как хайкер, как швелист. И два дня я здесь живу, как потерпевший случайно. Вчера у меня воспалилось колено, поэтому мне приходится тут сидеть в покое. Вчера даже пришлось перемещаться по медицинскому центру на коляске. Я, в общем-то, вписывался в картину, гармонично вписывался в картину Хадасы. Я был как бы ее клиентом. Сначала я медленно передвигался, похрамывая на одну ногу. Все очень ко мне хорошо относились, даже спрашивали, как мне помочь. Но потом даже получилось перемещаться на коляске. Сейчас я обмазался кремом и надеюсь, что воспаление сойдет. Я вижу это так, что это переохлаждение было. Сильный холодный ветер и на разогретой связке. Но надеюсь на скорое восстановление и продолжение пути. К счастью, успокаивает то, что это все совпало с периодом дождей, что все равно пришлось бы сидеть 4 дня. Потому что очень серьезный шторм зашел на эти высоты и постоянно поливает, постоянно какой-то мороз идет и ветер. Так что в этом плане даже какое-то ощущение уюта совпало с периодом, когда надо восстановиться. В общем, все будет хорошо. 18-й день отдыха. Всем добрый вечер. Итак, я сейчас в клинике Хадаса, в одной из ведущих клиник Израиля. Расхаживаю свою ногу. Сколько мне это стоит? Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно мне это. Ничего не стоит, потому что я здесь живу. Я надеюсь, что до завтра получится восстановиться. Это второй день. Второй день воспаления, коленки. Такое у меня уже случалось осенью. Но это были локти, а сейчас вот коленка ведущая, к сожалению. Я надеюсь, что все будет хорошо и очень быстро все закончится. Но все бывает в дороге. Такова жизнь. Народец тут колоритный ходит. Совершенно разный. Ну и в 50 метрах от меня находится знаменитая синагога с витражами Марка Шагала. Находится она вот там за углом. Пока. Итак, чувствую я себя уже легче. Коленка уже сгибается. Расхаживаюсь по территории, разминаю. Все идет по плану. Как раз в дожде отлежался. Теперь можно будет и в путь. Но сегодня еще нет. Еще сложновато. Но думаю, что завтра точно уже надо будет отправиться в сторону пустыни. Ну а пока все так же в Хадасе. Все так же в Хадасе. Так, друзья мои. Я нахожусь в Хадасе центре. Уже выхожу. И решил снять, показать, какой же домик предоставляет центр. Вот он домик. Предоставляет для срухайкеров. Для тех людей, которые идут очень долгие дистанции по Швилю. Вот там душ, туалет. Здесь дверь с особым кодом. Дверь с особым кодом. Код не все знают. Вот вы видите, все есть. Кофеек даже есть. Плита. Кухня. Это там грязное белье. Которое осталось после. То есть сюда приходит персонал. Убирает. На вот этой кушетке лежат чистые вещи. Чистое постельное белье. Вы берете свой комплект. Попользовались. И потом возвращаете его вот там, где я показал. Приходит персонал, убирает. Здесь небольшой организационный уголок. Показан. Вот эмблема. Эмблема у госпиталя. И есть книга. Который люди оставляют отзывы. Открывается она совсем наоборот. По-израильски. То есть для нас это как бы сзади. И вот люди оставляют свои отзывы. В наличии здесь несколько кушеток. Вы видите несколько слоев матрасов. То есть при большом количестве, при большой группе можно здесь в общем-то расположиться. Столик, батарея. Очень все компактно, удобно. Просторно, тепло. То есть очень все неплохо. Особенно когда вы пришли после дождей. Или как бы в моем случае это было вообще три дня просто таких проливных дождей сумасшедших. Где это помещение, оно сказочно помогло. Сказочно. Теперь в путь, в дикие места. Вперед. Шалом дорогие друзья. Сегодня 18 день пути. Сегодня я выписался из собственного санатория. Как раз переждал дожди и восстановился после воспаления колена. Уже даже пройдено за сегодня 9 километров таких горных, горного спуска и подъема. Был резкий спуск и резкий подъем по устьу ручья. Ну, ручей уже пересох, к счастью. И сейчас я вот сижу на таком перевале. Место для отдыха. Это Эйн Коби. Источник. Здесь все для людей. Столики для приема пищи. Столики для готовки еды. Кострища. Приезжайте, отдыхайте без проблем. И места довольно-таки прохладные после Эйн Керема. Где останавливался. Это все замечается по растительности. Пока еще многие цветы не распустились. Не распустилась также бесстыница и мимозовые, которые вы уже видели на фотографиях. Просто буйным светом свели в долинах Тель-Авива. Здесь пока еще это все только наклевывается. Ну и я приближаюсь к экватору. Сегодня я встретил Ори. Это швелист из Израиля. Он шел как раз из Элата. С какими-то паузами и подъездами. То есть где-то приблизительно в этих местах будет экватор. Как раз мой счетчик показывает мне, что я приближаюсь к отметке 500 километров. И значит, скоро будет пустыня. Ваше здоровье! Ну а после вынужденной паузы настроение бодрое, хорошее. Сейчас я расхаживаюсь, как раз набираю форму. Думаю, к вечеру уже будет все хорошо. И завтра мощно будет. Так что на связи. Если вам тоже нравятся приключения, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.